Этой ночью столбик термометра опустился на рекордную для Одессы отметку. Минус 20. В городе работают пункты обогрева, улицы пустынны, не видно ни людей, ни котов, ни городских птиц. Узнать, как переносят морозы более экзотические животные, решила наш корреспондент Елена Семинская. Мы приехали в зоопарк, чтобы выяснить, как провели саму холодную ночь в году его обитатели. В минус 15 и сурок на улицу носа не кажут, по крайней мере, одесские. Его канадские, американские и даже харьковские родичи сегодня высунулись из норы, предвещая через 6 недель приход весны. Наш – нет. Но сотрудники Одесского зоопарка успокаивают. Весна через 6 недель все равно наступит. У нас есть сурок, есть один байбак, который спит. Он сегодня не просыпался, будить мы его не стали. Ну, тут надо сказать, что вот эта традиция, которая во многих странах, она носит такой, скорее, какой-то ритуальный характер. И это скорее развлечение, чем серьезный какой-то прогноз. Самую суровую ночь в году обитатели зоопарка перенесли хорошо. Пока у нас без потерь. Мы подготовились хорошо к зиме, и поэтому все вольеры утеплены. Животные, которые не тропические, в укрытиях находятся, в помещениях, подстилка у них есть. И они переносят относительно нормально все. Лисы, тигры, волки, все копытные, птицы и даже павлины прекрасно переносят мороз. Главное – хорошо кормить. Зимний рацион обильнее летнего и более жирный. Тропические животные – слон, кенгуру, черепахи – упрятаны в зимнике. Лев ушел в логово сам. Мы направляемся на так называемый Пеликаний остров, где живут тропические птицы. Там же и греются сотрудники зоопарка, которые страдают от мороза не меньше зверей. Это новый павильон. Отсюда, через металлопластиковое окно, пеликаны смотрят на заснеженный зоопарк и его обитателей, которые, надо сказать, живут не так уж и плохо, как кажется. Животные, все животные, гораздо сильнее боятся жары, чем холода. И, грубо говоря, белому медведю на юге хуже, чем льву на севере. В зоопарке есть пять своих котелин. Днем и ночью кочегары отапливают кому надо помещения и вольеры. Остальных спасает шуба и постоянное движение. Единственная проблема – в мороз не выдерживает нагрузки старая электросеть. А когда отключается свет, в аквариум и зоопарка перестает поступать кислород, и за несколько часов рыбы могут погибнуть. Но на этот случай здесь есть бензиновый генератор. Так что рыбы тоже в безопасности. Как оказалось, животные переносят лютые морозы гораздо лучше людей. Единственными посетителями зоопарка в этот день оказались мы – Елена Семинская, Евгений Кузьменко, телекомпания АТВ.